Здравствуйте! В эфире программа «Регион 10» и я ее ведущий Кайрат Мукатов. В Шемкенте жители массово отравились мороженым. В результате с 27 марта в городскую инфекционную больницу попали более 50 человек. В связи с этим в регионе организована специальная комиссия. Областным департаментом общественного здравоохранения проводятся мероприятия по проверке. Кроме того, областным ДВД возбуждено уголовное дело по статье 304 «Нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов» и назначен ряд экспертиз. Причиной отравления людей стало заражение продукции возбудителями сальмонелеза и в незначительной степени стафилокока. Подобные факты из ленты новостей натолкнули на мысль изучить эпидемиологическую обстановку в нашем регионе. С этой целью мы направились в Кустанайскую областную санэпидемстанцию. Санитарно-эпидемиологическая станция – основное санитарно-профилактическое учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор за внешней средой и объектами народного хозяйства на прикрепленной территории, изучающее состояние здоровья населения в связи с влиянием факторов окружающей среды и разрабатывающие мероприятия, направленные на профилактику заболеваемости населения, укрепление его здоровья. Вы задали вопрос по Чимкенту, где произошел такой, в общем-то, печальный сию, лучше, когда люди пошли отдыхать и, употребив мороженого, попали на больничную койку, то данные объекты, они отнесены к объектам торговли, и планово они не проверяются. То есть государство предпринимателям поставило такие условия, что они их не будут проверять, но они должны соблюдать установленные требования. В данном случае в Чимкенте это было грубое нарушение, значит, предварительно смесь готовилась на дому, затем реализовывалась в торговой точке. Ну, на сегодняшний день по Кустанайской области постоянно действующих таких точек у нас пять, значит, фактов, что они, как мы будем говорить, нарушают какие-то требования законодательства у нас нет, поэтому, в общем-то, для проведения внеплановой проверки оснований тоже пока что не имеется. Органами охраны общественного здоровья выполнена одна из важнейших задач. В 2017 году не было зарегистрировано вспышек инфекционной заболеваемости и пищевых отравлений. Общий показатель инфекционной паразитарной заболеваемости в области на порядок ниже общереспубликанского индикаторного показателя. Также в нашем регионе удалось добиться значительного снижения показателей заболеваемости. То касаемо, в общем-то, нашего региона, то на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка благополучная. Но перед нашим департаментом и его территориальными управлениями стоит основная задача недопущения инфекционной заболеваемости, профилактики инфекционной заболеваемости среди населения. Если говорить о цифрах, то за прошлый год, за 2017 год, общая заболеваемость инфекционная и паразитарная составила 283,5 на 100 тысяч населения. В общем-то, это мной никому ни о чем не говорит, но у нас есть такой индикаторный показатель по программе ДЕНСОВЫ. И он поставлен нам, значит, на год 315,9, то есть у нас намного ниже этого индикаторного показателя. То есть поставленную задачу перед нами мы достигли. У нас мы смогли добиться значительного снижения показателей заболеваемости по сумме острых кишечных инфекций и острыми парантериоральным гепатитом, энтеробиозом, эхинококозом, чесоткой и дерматозами. Доза вакциноуправляемых инфекций в сумме инфекционных заболевателей также сократилась. В области не регистрировались лучшие дифтерии, полиэмилита, кории, краснухи. Отмечается снижение заболеваний бруцеллезом. Показатель по заболеваемости туберкулезу, в общем-то, к сожалению, не снизился и находится на уровне 2016 года и составляет 61,6 на 100 тысяч населения. Санэпидемистанция осуществляет санитарно-эпидемический надзор за окружающей средой, направленный на предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы, обеспечении безопасности водоснабжения населения, за состоянием коммунальных объектов, за условиями труда, работающих в промышленности и сельском хозяйстве с целью профилактики профессиональных заболеваний, отравления, а также снижения заболеваемости рабочих и служащих, за соблюдением санитарных правил при работе с радиоактивными изотопами, за безопасностью питания, за производством, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов в соответствии с санитарными требованиями с целью профилактики пищевых отравлений, за условиями развития воспитания детей и подростков в организационных коллективах, включающих контроль за санитарным состоянием детских учреждений, школ и средних учебных заведений. Это оборудование, автоматическая установка для цитрования и перегонки с паром. Данный прибор позволяет определять содержание белка в любых объектах, в частности в пищевой продукции. Сегодня много заказов, чтобы через этот аппарат вывезли? Достаточно много анализов мы делаем на содержании белка. Это идет молочная продукция, мясная продукция. Достаточно много и прибор загружен. Лаборатория оснащена современным оборудованием, по которым материал на питательные среды очень точно определяется на микробные и другие паразитирующие свойства. Здесь мы проводим анализ, в основном, конкретно на этих приборах, анализ пищевой продукции на содержание вредных примесей, красителей, микотоксины – это продукты жизнедеятельности, микробов, в частности крепковых микроорганизмов. Конкретно здесь мы исследуем продукты пищевой продукции на содержание пестицидов. Так как объем круп большой, у нас в работе используется два. И последний прибор у нас используется для исследования полимерных материалов на содержание остаточных растворителей. Для нашего региона все это необходимо, да? На мой взгляд, в первую очередь, это как аграрный регион, в первую очередь, нам необходимо исследование продукции на пестицидов, так как мы... Заказов много? Хватает. Санэпидемстанция организует и проводит противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, заноса карантинных инфекций, включая работу по дезинфекции и дератизации, осуществляет пропаганду здорового образа жизни. Призваны мы, наверное, прежде всего для того, чтобы то, что нам приносят лабораторию, а это как раз департамент общественного здоровья, мы должны это исследовать и сказать, почему люди болеют, доброкачественная ли эта продукция. И я очень рада, что в этом году, с января месяца у нас в составе санэпидемиологической лаборатории появилось новое отделение. Оно называется высокоточное оборудование. И там у нас работают чистые инженеры, которые на таком прекрасном прудоне, это хроматографы, это атомно-цепционный спектрометр. Мы ищем то, что невозможно раньше методами найти. Потом по лаборатории, для того, чтобы все-таки выявить какого-то возбудителя, мы с этого года тоже начали проводить полимеразную цепную реакцию, то есть это ПЦР, где мы можем сказать, какими антибиотиками лечили, мы можем сделать ГМО в продуктах питания. Сегодня мы даже можем сказать, есть ли в халяльной продукции это колбаса, фарш и так дальше, есть ли примесь другого мяса. Сегодня мы делаем говядину, конину, свинину. Вот такие, наверное, вопросы для того, чтобы не было заболеваемости среди людей. Структура санэпидемстанции, как правило, включает санитарно-гигиенический отдел, состав которого в крупных санэпидемстанциях входят специализированные оперативные отделения и санитарно-гигиеническая лаборатория, эпидемиологический отдел, состоящий из оперативных отделений противоэпидемического паразитиологического дезинфекционного. Ну, на сегодняшний день, при входе проведения плановых проверок, вот даже за прошлый год, будем говорить, тут у нас в этом году небольшой период времени не прошел, за прошлый год у нас взято 2983 пробы пищевой продукты. Из них не отвечали требованиям безопасности 2,8%. Это, в общем-то, небольшой, будем говорить, процент. Если сравнивать в 2016 году, то показатель тогда был 3,7%. Таким образом, мы можем сказать, что мы употребляем продукцию, будем говорить, условно хорошего качества, то есть не имеющую эпидемиологической опасности. Но наибольший удельный вес несоответствующей продукции у нас определяется на предприятиях общественного питания и составляет 5,7%. Высев кишечной палочки из смывов составляет 4,8%. Для сравнения я могу сказать, что примерно лет 15 назад удельный вес несоответствия продукции в предприятиях общественного питания составлял 16-17%. То есть на сегодняшний день качество продукции улучшилось 8-10 раз, наверное. В структуре санэпидемстанции предусмотрена возможность совместной деятельности оперативных подразделений, соответствующих лабораторий, чтобы специалисты оперативных подразделений могли использовать лабораторные инструментальные методы исследования окружающей среды. А сегодня какая ситуация с водой? Мы в Кустанайе с водопроводами имеем возможность пить воду в чистом воде? Ну, в общем-то, конечно, вода на сегодняшний день, опять же, если говорить в целом, качество ее в основном соответствует требованиям нормативно-технической документации. Но, опять же, если цифрами оперировать, если у нас за 2017 год на объектах водоснабжения взято 2306 проб воды, из них не соответствует нормативным показателям 34 пробы, что составило 1,5%. Опять же, сравнивая с 2016 годом, этот показатель составлял у нас 3,2%, то есть уже у нас в два с лишним раза лучше, будем говорить. А по республике данный показатель составляет 2,4%. На период, вот сейчас, паводковый период, вы же знаете, что мы, в основном, основной объем воды у нас идет из открытого водоема, и, значит, из водохранилища нашей речки Табу. Ну, сейчас, естественно, что с паводками и водами с населенных пунктов смывается вся грязь, и, конечно, на горводоканале применяются все необходимые методы для ее очистки, но, тем не менее, конечно, на данный период рекомендовалось бы, чтобы данную воду кипятить, употреблять кипяченую в виде. Одной из основных задач санэпидемстанции является изучение состояния здоровья населения с учетом влияния факторов внешней среды. Проводится сбор и анализ информации об инфекционной заболеваемости, временной украде трудоспособности и профессиональной заболеваемости, распространении пищевых отравлений и токсикоинфекции. Все эти материалы служат основой для разработки гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В порядке текущего надзора оперативниками, это работники департамента и управления в районах и городах, доставляются в пробы. Доставляются не только в порядке плановых обследований или объектов, но и из очков, там, где уже заболели. И вот мы от больных исследуем и проводим диагностику лабораторную, подтверждаем тот или иной диагноз, который ставят лечебники. А из продукции, которую они употребляли, мы тоже стараемся. То есть помогаем эпидемиологам найти пути, пути, наверное, передачи инфекций. Основными методами работы специалистов СЭС является динамичное санитарное наблюдение, включающее все виды гигиенического контроля за строящимся и действующими объектами лабораторных исследований. Кто отрадно заметит, что у нас в этом году снизилась в полтора раза заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и в 3-4 десятых раза заболеваемость гриппом. Это, может быть, немаловажную роль сыграло то, что впервые за многие годы мы добились того, что была проведена вакцинация угрожаемой группы населения против гриппа. Одной из основных задач санэпидемстанции является изучение состояния здоровья населения с учетом влияния факторов внешней среды. Проводится сбор и анализ информации об инфекционной заболеваемости. Все эти материалы служат основой для разработки гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Осуществляется также анализ демографических показателей и заболеваемости населения, связанной, главным образом, с влиянием факторов окружающей среды. В осуществлении государственного санитарно-эпидемического надзора специалистам санэпидемстанции предоставлены следующие основные правила. При чрезвычайных обстоятельствах беспрепятственно обследовать объекты и предъявлять требования в соответствии с санитарными нормами и правилами проводить лабораторные и инструментальные исследования среды. Главный государственный санитарный врач имеет право накладывать штраф на должностное лицо, ответственное за нарушение санитарных норм и требований, приостанавливать эксплуатацию объекта или части его, если дальнейшая его эксплуатация может привести к ущербу для здоровья населения. С вами была программа «Регион-10». Встретимся с вами ровно через неделю. Регион-10.